ребят всем привет и сегодня давайте немножко по дизайням даже не знаю к чему приурочить это тут как бы будет это будет урок и по сайту по наполнению сайта потому что мы будем сделать логотипчик небольшой и favicon новый потому что старые мне не зашли и я хочу это поменять и в то же время немножко поковыряем в короле то есть вы посмотрите как это можно делать и так погнали у меня уже есть такой такая же готовка которая использована на свои видео ю тубе вот и я хочу сделать вот такой логотип у меня тоже в принципе готовы берем сторону так окей ребят ну и что еще хочется сказать по самому корову если вы обратили внимание у меня здесь делают световые панели на и и для чего это сделал его первых как это делается одна панель у меня смик другая rgb rgb используется если я делал какой-то контент в интернет веб-контент смик используется когда я верстаю что-то и готовлю на печать итак поехали добавляются они легко по дефолду в короле здесь будет у вас одна панелька скорее всего rgb и в одну линию вот так это меняется палитра нет так извиняюсь строки можно выбрать в одну строку вот то есть в одну строку отображается ну это недостаточно удобно такого вообще неудобно потому что приходится вот так вот скролить и при выборе цвета и поэтому я выставляю по умолчанию три строки так потом второй момент как добавить на оба цвета суда rgb и smic ну здесь наверху вкладочка окно здесь выбираем цветовые палитры и здесь ставим галочку smic и rgb по умолчанию то есть если у вас будут вот эти две галочки выделены то ваш будут вот они две панели так и вот давайте вам покажу это smic при наведении он покажет да вот он smic это то что мы используем эти цвета при верстке для печати и вот rgb это rgb это то что мы используем для веб-контента и так погнали что мне требуется для логотипа нам я вот есть такая заготовочка она у меня составная просто сборная на из трех слоев практически ну смотрится это достаточно грамотно и так мне надо будет сделать вот такую рамочку рамочка у меня будет бесцветная принципе все пока месте пока миссию теперь я выделяю полностью все файл экспорт либо gtrl и английская говорю ему директорию куда мы это все положим так красивую директорию сразу это у меня будет 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 работа разработка сайтов мои сайты вот и папочки меня и уже стартап имидж и уже вот это будет у меня разработка сайтов сейчас мы еще как-то назовем допустим будет астана на всякий случай оставлю все-таки сохраняем экспортируем вернее с прозрачным фоном ok и теперь то же самое мне надо сделать только 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 сейчас это все разберу у меня все в кривых делить тени теме не нужно мир удаляем тоже удаляем так теперь это удаляем это будет у меня подготовка под файл и колуну разделить удаляем и вот так окей теперь вот такой будет файл и кончик теперь берем еще одну рамочку делаем желательно ее сделать ровно пусть она будет 10 на 10 окей делаем ее прозрачную одну минутку сначала мы погоним то что у нас будет внутри теперь делаем прозрачную рамку все выделяем все вместе трл е и говорим что это будет у нас отлично отлично ребят мы все же готовки у нас готовы ну и поехали теперь наш сайт сделаем изменение посмотрим как это смотрится чтоб не пойти попасть на сайт я захожу своего регистратора хостинг провайдера это pc компаники jet кому не понятно что вот сейчас я делаю ребят зайдите на плейлист сайт wordpress и посмотрите предыдущие уроки вот этот сайт я буду переделывать вернее менять логотипы по векам ну отлично так теперь что нам надо нам надо настройки темы переходим в консоль настройки темы вот так у меня сейчас выглядит вот такой вот логотипчик вот такой вот павикончик ну и что то он мне не очень зашел и я хочу этот момент поменять так вот шапка сайта шапка сайта логотип и вот здесь вот мы меняем логотип загружаем наш логотип который мы хотим то есть новый который мы сейчас только что сделали у нас территория находится находится и вот он метод данные не забываем ребята они нужны обязательно нам для продвижения это атрибуты alt вот ну и в описании тоже их можно поставить так окей ну вот так вот где будет логотип хорошо ну отлично да можно будет его сделать побольше давайте сделано 220 пикселей ну огонь хорошо так далее 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 что нам нужно далее давайте опубликуем опубликуем ну можно сразу посмотреть как мобильная версия это будет выглядеть для этого надо достаточно нажать f12 так 12 у меня здесь неактивно потому что у меня есть что-то сидит на 12 нет хорошо ладно я посмотрю это другим образом посмотрим это вот так ну да как то вот так у нас появляется меню и здесь будет контент логотип смотрится неплохо хорошо давайте теперь поменяем в свойствах сайта favicon favicon помните я вам рассказал это вот эта штука загружаем новый выбираем вот наш новый favicon опять же для метод данных забираем название вставляем атрибуты alt что это favicon в описании тоже будет favicon выбрать ok выбрать изображение ну вот и у нас поменялся favicon отлично ребят ну вот пока пока на этом все и в следующем видео мы займемся подготовкой контента подготовка контента может быть с ожиданием еще нескольких страниц ну посмотрим всем спасибо кому понравилось данное видео и было полезным подписывайтесь ставьте лайки напишите в комментариях может быть какую-то тему вы хотите чтобы более детально я писал может быть кому-то было что-то непонятно задавайте вопросы буду рад помочь пока пока всем добра всем добра а мы будем THAT Субтитры сделал DimaTorzok